Респиратор на лице и распылитель в руках. Погрузившись в лодку на борьбу с комарами, сегодня утром отправились сотрудники детсцентра. Работали рано в 6 утра, чтобы под облако яда химикатов не попали случайные прохожие. Городские водоемы – это рассадники комаров. Именно здесь из личинок появляются кровососущие насекомые, которые мешают человеку спокойно жить. Мы обрабатываем озеро в пределах городской черты, грубо говоря, уничтожаем личинку комаров. Мероприятие проходит в тот момент, когда начинают вылупляться личинки, начинают появляться комары. Действие специального средства, которое распыляли на поверхность воды возле берегов, 10 дней. В течение этого времени личинки питаются отравой и погибают. Соответственно, комаров становится намного меньше. Средством, которое мы обрабатываем сейчас, не влияет ни дожди, ничто, потому что мы, в принципе, выливаем его в воду. Личинка находится в воде, она им там питается, поэтому нам что дождь, что снег, нам по большому счету без разницы. А когда обрабатываем тревной покров, да, желательно, чтобы дождя не было. Чем больше и сильнее дождь, тем меньше оно продержится. Обработку водоемов приходится проводить в начале июня каждый год. И верить в сказки о том, что бывают чудодейственные, долгоиграющие средства, которые уничтожают комаров в течение нескольких лет, не следует. Не знаю, навряд ли такие существуют. Я так думаю, что существует только ядерный взрыв от этого. Больше ничего. Обработка от комаров – услуга дорогостоящая. Поэтому в последнее время все меньше управляющих компаний и организаций, которые проводят на своей территории комароистребительное мероприятие. А комаров, между тем, становится все больше.